Криптовалюты на Ближнем Востоке Регион будущего для всей криптоиндустрии У большинства людей словосочетание «Ближний Восток» ассоциируется с нефтью и золотом, но никак не с цифровыми активами. Тем более, что до недавнего времени регион был закрыт для криптовалютного бизнеса. Мусульманские страны отказывались работать с монетами, которые не соответствуют законам шариата. В прошлом году все изменилось. Ближний Восток уверенно вышел на рынок криптовалют. В чем это выражается сегодня и какого влияния на глобальную криптоиндустрию ожидать от этого богатого региона завтра, разбираемся в статье. Нефть против доллара. Победила криптовалюта. Три года назад страны, зарабатывающие на торговле нефтью, задумались об отказе от кабальной нефтедолларовой системы США, при которой ценность ресурса зависит от ценности доллара, а экспортеры нефти становятся заложниками американской финансовой системы. Устав от невыгодных условий и санкций со стороны США, они решили изменить устоявшуюся экономическую модель. В 2016-м президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны ОПЭК, 5 из которых находятся на Ближнем Востоке, отказаться от нефтедоллара и создать единую цифровую платформу для обмена ресурсами. Как мы помним, годом позже в Венесуэле появилась нефтяная криптовалюта El Petro. Еще через год к делу подключился Ближний Восток. 12 апреля 2018-го на сайте Блокомфинанс появилась сенсационная публикация. Арабский ученый доказал, что биткоины и альткоины халяльны, то есть не противоречат законам шариата. Почти сразу мусульманские страны сняли запрет на торговлю криптовалютами. А в июне открылась первая ближневосточная криптобиржа Palmex, работающая на оперативно созданной технологии Arabian Chain. Как страны Ближнего Востока приняли криптовалюту? Саудовская Аравия всегда была ключевым игроком нефтедолларовой системы, но последние несколько лет распродавала валютные резервы из нефтяного кризиса 2014-го. Чтобы стабилизировать экономику, местные регуляторы запустили программу по обеспечению банков трансграничными платежными технологиями от Ripple и договорились с компанией Consensus о разработке децентрализованных приложений на базе Ethereum. Иран в начале года выпустил обещанную криптовалюту Payment. Она создавалась для обхода санкций США и физически подкреплена золотом. Кроме того, в стране открылась первая криптобиржа – BTX Capital. Сейчас ведутся разговоры о снятии запрета на майнинг и создании блокчейн-сети для международных переводов, ведь из-за санкций США страну отключили от системы SWIFT. Турция перестала считать криптовалюту спекулятивным инструментом и заговорила о национальной монете Тюрк Коин. Закрывшаяся в 2016 году биржа BTC Turk возобновила работу на пару с обменником Парибу. Местные компании начали понемногу принимать оплату в биткоин. Объединенные Арабские Эмираты анонсировали стратегию блокчейн-2021 и создание первого в мире правительства, работающего исключительно на блокчейн-технологиях. Если все пойдет по плану, через несколько лет в стране почти не останется бумажной бюрократии, а половина всех трансакций будет проводиться через блокчейн. В Объединенных Арабских Эмиратах уже функционирует национальная криптовалюта Оанграм, обеспеченная золотом, а местная компания Regil Asset получила государственную лицензию на куплю-продажу криптовалют. Корпорация, специализирующая на инвестициях в золото, серебро и платину, пополнила арсенал биткоином, эфиром, риплом и латкоином. Кувейт долго держался в стороне, но в декабре решился запустить программу по международным криптовалютным переводам. Платежная сеть NBK Direct Remit стала результатом совместной работы Национального банка Кувейта и компании Ripple. Bahrain дал добро на открытие криптобиржи Rain и выдал ей регулирующую лицензию CRA. Разработчики смогли собрать 2,5 миллионов долларов для будущей торговой площадки. Часть денег выдал блокчейн-гигант BitMEX. Среди других топовых инвесторов замечены соучредители. Брейд Валет, биткоин-евангелист Джимми Сонг, Майк Камарнский из Камберленд Майнинг и другие. Против криптовалют выступили две страны – Ирак и Катар. Остальные уверенно сказали «да». Некоторые сделали это так громко, что услышали во всем мире. Насколько масштабно работают региональные игроки сегодня? По мере развития криптовалютной инфраструктуры на Ближнем Востоке стремительно растет и количество локальных игроков, которые непосредственно запускают биржи, обменники и другие продукты, способные удовлетворить спрос на использование цифровых валют населения. Некоторые из активных проектов были упомянуты выше, но на сегодняшний день одним из ключевых игроков в регионе является Amirix Group – известный дубайский финтекс-концерн. С 2014 года специализировался на консалтинговых услугах и диджитализации бизнеса. Но в 2017-м заключил партнерство с BitMEX и решил строить мощную инфраструктуру для новой цифровой экономики. Позже концерт провел ребрендинг и на официальном сайте появилась обновленная миссия Amirix Group – восполнить недостаток доступа к цифровым активам на Ближнем Востоке и наладить экономическое взаимодействие региона с остальным миром. Прежде всего через стоконизацию традиционных активов и развертывание сети для трансграничных транзакций. Некоторые задумки Amirix Group уже реализованы. 1. Корпоративные аппликации на основе блокчейна для регионального бизнеса 2. Торговая платформа Amirix Exchange для обмена активами между трейдерами из Азии, Европы и Северной Африки 3. Проект Amirix Advisor, оказывающий консалтинговые услуги предприятиям, планирующим токонизировать свои активы 3. Токен Amirix, который выступает системным топливом всей экосистемы и, как было объявлено на ноябрьском Malta AI and Blockchain Summit, выйдет на IEO в декабре 2019. 4. Планы на будущее тоже впечатляющие В Amirix Group анонсировали создание глобальной платформы токенизации, выпуск собственного кошелька и сервиса для безопасного хранения средств. 5. Еще разработчики планируют подключить к платформе пользователей из Южной Америки Как Ближний Восток влияет на мировой рынок криптовалют и чего ждать дальше? 6. Многие специалисты уверены, что со временем Ближний Восток станет ключевым регионом для криптоиндустрии. Можно выделять 5 основных аргументов в пользу такого прогноза. 7. Открытость технологиям Долгое время регион был отрезан от сферы технологий и теперь активно наверстывает упущенное. Если рассматривать ситуацию в наиболее развитых странах, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовской Аравии, Бахрейне, то и население настроено позитивно. 8. Это демографически молодые государства, которые активно пользуются интернетом и одобряют инновации. Оба фактора способствуют инвестивному развитию технологий, а также готовности производить и использовать инновационные продукты. 9. Лояльность государственных регуляторов Кроме того, что технологии активно разрабатываются, их еще и поддерживают сверху. Многие страны готовы перейти на цифровые валюты и токонизировать традиционные активы. Это сильно подстегивает рынок. Как известно, слишком жесткий государственный контроль и препятствия со стороны регуляторов негативно влияют на динамику криптовалют. На Ближнем Востоке ситуация развивается по противоположному сценарию. Государство хочет контролировать рынок, но ведет лояльную регуляторную политику и идет навстречу финтек-стартапам. 10. Перспективный направление и качественный продукт Шариат, который имеет огромное влияние на все сферы жизни Ближнего Востока, порицает любые спекуляции. Поэтому регион не заинтересован в выпуске бесконечного количества новых альткоинов. Тоже, Объединенные Арабские Эмираты, Бахраин и Иран стремятся создать сильные национальные криптовалюты с физическим обеспечением и доступной системой переводов. Приоритетным направлением они выбрали токонизацию надежных активов для хранения стоимости. Это очень перспективный рынок. Более того, по прогнозам Всемирного экономического форума, через каких-то 5 лет 10% мирового ВВП будут храниться в блокчейне. Ближний Восток уже готовит базу для перехода на цифровую модель экономики. Интерес со стороны крупных игроков Экспансиву в перспективный регион уже начали топовые биржи. Хуаби, Битхамб и Кайнан активно открывают представительство в лояльных криптовалютам странах и сотрудничают с местными разработчиками. Мощный приток инвесторов Ближний Восток может дать рынку не только новые технологии, но и новых пользователей. Потенциальный приток инвесторов, учитывая население самого региона и стран, которым будут предоставлять услуги местные компании, составляет 500 миллионов человек. По крайней мере, от такой цифры отталкивается в своих прогнозах руководство упомянутой ранее биржи Рейн. К слову, 12 апреля прошлого года, когда появился доклад о халяльности биткоина, биткоин неожиданно вырос на 1 тысячу долларов всего за полчаса. Объективных причин для внезапного скачка не было, и многие трейдеры предположили, что катализатором роста стал арабский инфоповод. Но даже если это лишь предположение, влияние Ближнего Востока на глобальный рынок очевидно. Регион открыт новым технологиям, активно переходит на цифровую экономику и выпускает инновационные продукты. В ближайшие 3-4 года местные разработчики будут ориентированы на внутренних потребителей, но все равно смогут подогревать весь рынок и, как прогнозируют специалисты, подстегивать рост топовых криптовалют. Стать ключевым игроком на глобальном уровне регион сможет через 5-10 лет. Восточный блокчейн бум повлияет и на рядовых инвесторов. Во-первых, эти страны выпускают перспективные токены, обеспеченные легально и гарантированно ликвидные. Их можно спокойно класть в криптопортфель на долгосрок. Во-вторых, учитывая борьбу Ближнего Востока против нефтедолларов США, арабские токены потенциально могут стать альтернативой доллару для фиксации прибыли в портфеле. Продолжение следует...